итак всем привет камрады с вами камаз сегодня записываю новое видео по игре resident evil 3 данное видео записываю по просьбе моего подписчика он написал мне в комментариях что хотел бы чтобы я оптимизировал и настроил графику в данной игре и собственно этим мы сейчас и займемся итак давайте заходить в игру и приступать к настройке первым делом я хочу вам показать рекомендуемую графику предустановки рекомендуемые в самой игре под мою систему моя система неизменно это и 5 9 400 16 гигов оперативки rtx 2060 full hd монитор 1920 на 1080 итак смотрите значит у нас на борту физической памяти может использоваться 583 гигабайта в игре будет использована 270 и сейчас мы будем смотреть как это будет выглядеть а перед тем как я начну продолжу свое видео точнее прошу вас авансом поставить лайки подписаться на канал ставить какие-то комментарии также посмотреть видео потому что у меня довольно много разных видео по настройке разных игрушек и так давайте приступать и сейчас будем запускать игру и смотреть как это будет выглядеть сразу хочу отметить для того чтобы у вас был высокий fps и хорошая графика вам нужно скачать самую новую версию этой игры и обновить видео драйвер до последней версии ёбаный по голове боже мой что я вижу это просто пиздец рекомендуемые параметры на мой компьютер просто дичайшая хрень а не графика посмотрите впереди там монстры просто стоят в квадратиках блять какие-то непонятные отражения здесь просто тупо какой-то забеленный экран все в мыли короче выглядит просто уебищно можно так сказать смотрите короче никакой четкости все такое подмыли на и размыли на и ой да ну в общем параметры эти вообще выглядит отвратительно даже смотрите вон джилл смотрите на ее плечи они блять квадратные и и плечи квадратные на и лицо будет да а вон смотрите волосы ну короче шняга шняжная жизнь общежная блять просто трэш ну-ка давайте пробежимся но блять короче жирный хороший fps 150 там 160 короче фпс хороший но качество графония были наставляет желать лучшего то есть рекомендуем и вот эти вот параметры меня вообще не устраивает выглядит просто мерзко короче я помню когда вот тут она только вышла я проходил вот как раз я и наблюдал такую дурацкую картинку вот и что-то но я раньше не занимался не заморачивался этими оптимизациями да и как бы проходил и проходил как бы и хер с ним короче то я сейчас что-то тут решил поэкспериментировать там с настройками этими графикой и видосики поснимать от раньше как бы играл и играл но вот я вот играл на такой графики выглядит реально отстойки ручишь не ага херяга короче нереально и давайте значит что сделаем сейчас поставим максимальную качество графики посмотрим как максимально это будет смотреться но вот это вот рекомендуем и просто отврат так настройки графика предустановки поставим максимально здесь еще есть просиловка лучей дрессировку очень жирно бьет по системе плюс дает дополнительное мыло так что будем на максимальный смотреть потому что хочу чтобы были нормальные кадры там удаст 50-60 fps мне нахер такое не надо так в общем ставим максимальные смотрим значит сейчас при максимальных будет типа задействовано 13 гектар видеопамяти из шести имеющихся и давайте позырим еще да как это будет смотреться такс запускаем так ну что смотрите короче картинка то стало поинтереснее у нас то есть перед ушли вот эти вот квадратики он там он строки стоят более четкость такая более интересная стала в кадре такая появилась до асфальт такой более интересный смотрите надпись вот джак она там была такая дико замылено заступенчатая тоже нормально смотрится вот но присутствует мыло в кадре да но не такая шняга которые вот мы наблюдали до этого рекомендуемый давайте посмотрим пробежимся 100 120 105 кадров ну то есть fps достойный вот на таких параметрах играть можно качество графония хорошее вот но есть немножко мыло мыло и нам дает в основном это сглаживание давайте-ка попробуем отключить сглаживание посмотрим без сглаживания как у нас это будет смотреться так значит сглаживание у нас сейчас стоит максимальная fx а а плюс т а а мы его отрубим на хрен ну да как я и говорил сглаживание дает на мыло сейчас без сглаживания мыло вообще нет но есть косяк у нас появилась такая жесткая ступенчатость то есть как бы тоже не айс то получается картинка мыли на и забеленное то блин она у нас теперь вся в ступенях вон смотрите впереди там монстраки ходят они все в квадратах выглядит то что кожа блять отвратительно ну короче блин жесть то есть либо все замыленное либо тупо сглаженная и забеленная в общем такая хрень полная короче одним словом но не просто ж так я это видео записываю я-то знаю что сделать как избавиться и от дурацкого мыла и избавиться от дурацких ступеней и сейчас я буду вам показывать и и вам показывать и подписчику который попросил меня записать на это дело видео к сожалению я забыл его никнейм вот но это как бы для тебя ты писал под каким-то видео просил меня записать видео на эту игру и так для этого выходим на рабочий стол и мы опять будем использовать нашу технологию dsr технологии dsr превращает картинку просто в великолепную картинку dsr технологии это фейковый режим масштабирование фейк в режиме 4к 4к 2к 3к вот такие вот они выглядят как реально как будто у вас настоящее разрешение 4к но при этом это виртуальное разрешение то есть такая не настоящий но как это вам сказать то фейковый в общем одним словом и так ладно для этого нам нужно зайти в параметры панель управления nvidia зашли и здесь мы находим управление параметры м3d здесь dsr плавность это как раз и есть включение нашей фейкового режима здесь мы ставим режим 1 2 и последний самые лучшие от 1 и 2 они лучше всего смотрится вот устаревший 4к это так ради интереса вам потом поставить и посмотреть как это будет выглядеть но лучше всего вот эти смотрятся нажимаем ok все мы применили и здесь еще есть dsr плавность это увеличение либо уменьшение резкости если вы в сотку выкрутите у вас не будет резкости то есть тупо мыльная картинка будет нам нахер это не надо я люблю когда четкая картинка то есть четкая резкая картинка именно поэтому я всегда ее выкручиваю в ноль нажимаем ok применить что-то там у нас вступила в силу так сейчас все про прошло не прошло да все прошло значит значит дальше мы сейчас будем заходить в игру и так мне нужно кое-что изменить здесь нам нужно мне поставить мониторчик поставить другое разрешение потому что он в кадр не влезет будет выглядеть стремновато так вот так вот мы поставили так и значит дальше запускаем нашу игрушку сейчас посмотрим я вам точнее не посмотрим я сейчас буду вам показывать что можно здесь на шамане чтобы получить реально хорошую графику хороший fps и избавиться от этого дурацкого мыла и от дурацкой ступенчатости для этого значит мы заходим опять же в настройки графика и здесь мы получается должны кое-что изменить смотрите разрешение у нас 1920 1080 стандартная стоит мы его поднимаем до фейкова в 2880 так сейчас тогда прошло до сохраняем далее трассировка лучей у нас отключена мы ее не включаем если у кого-то крутой мощный компьютер можете включить но трассировка лучей нам дает дополнительное мыло я просто вам говорю было я не люблю так что я его отключаю режим отрисовки у нас стоит обычно мы его переставляем на переплетный режим отрисовки он немножко ухудшает качество картинки но так как у нас высокое разрешение этим мы будем это дело компенсировать то есть вот этот режим он хорошо прибавляет fps если мы поставим на обычной будет более четкая картинка да но если у нас высокое разрешение мы этого даже не заметим то есть для таких средненьких и слабеньких компьютеров ставим вот это если у вас более такая бы интересная система пожирнее как антибережка ставим на обычный так далее значит качество изображения у меня сотка стоит этого мне вполне достаточно у кого более жирная машина и жирная видеокарта тут можно поднять там повыше там до 120 там 150 далее вот этот вот abskilling мы отключаем а включаем наш божественный fidelity fx fsr как он сокращенно ставим он на ультра качество ультра качество от fsr и вот здесь выглядит просто отменно то есть разрешение практически точнее не практически вообще не для глаза незаметно что она меняется то есть технологии то я это фср и dlss это снижение разрешения но за счет там искусственного интеллекта она масштабируется и кажется вам что картинка очень красивая то есть как будто на настоящее разрешение как-то так вот объяснил так по-быстрому так далее значит частота обновления нашего экранчика 240 у меня у вас там я не знаю может быть сам 100 там 120 там в общем оставляем там на максималке так значит переменная значит кадровка частота кадров так вертикалка всегда включен и оставляю потому что вертикалка на грубо говоря кадры по горизонтали и по вертикали синхронизировать и у нас получается нет разрывов в на экране то есть я всегда использую и рекомендую вам также далее сглаживание у нас было выключено последний момент и последний раз его выключал мы его сейчас включим для того чтобы чуть-чуть под сделать небольшое сглаживание чтобы убрать это вот угловатость ступенчатость для этого мы не максимально будем ставить сглаживание а т.а.а. оно такое короче и четко смотрится и сглаживает то есть вот прям оптимальное вот это вот разрешение вот это вот сглаживание вот на данных настроечках далее значит крутим вниз значит текстуры оставляем на высоких 8 гигабайт фильтрацию 16 качество сетки максимальная вот этот кстати параметр очень хорошо бьет по fps то есть я на своей системе поставлю на высоким если у кого-то хороший комп можно оставить на максималке у кого более слабые комп и ставим его на высокий либо на средний либо на низкий в зависимости от вашей конфигурации компьютера меня вот на высоком нормально грубо говоря проверял значит качество тега теней мы ставим также это он много жрет ресурсов ставим на высокая вы если у вас слабый компьютер опять же ставить пониже вот ну смотрите сколько кадров получаете и пляшки другую грубо говоря туда-сюда и чтобы оптимальный вариант получить для себя так значит дальше кеширование теней включено значит это включено отражение значит это рассеивание мы отключаем потому что она дает нам дополнительное мыло нам было нафиг не надо короче мы его вырубаем объемные лучи высокие частицы высокие объемный свет вот самый красивый это вот hb а о плюс вот сколько я вот играл на всяких лучше всего смотрится так что мы его оставляем вот его либо еще есть режим вот этот fidelity fx какао он тоже хорошо смотрится но мне больше нравится вот это так что рекомендую для того чтобы была более красивая картинка оставить его свечение у нас включено блики включены размытие при движении мы нахер это отключаем потому что мыло нам в кадре не нужно глубину резкости убираем также дает дурацкое мыло аберрация дает также дурацкое мыло отключаем то есть мы отключили вот эти все дебильные параметры которые дают нам мыльную картинку включая ну сглаживание мы оставили на слабеньком сглаживание она нам было такое жесткое будет не будет давать итак теперь смотрите у меня значит получается 583 гигабайт физической видеопамяти и типа в игре будет задействовано 1033 и многие наверное подумают хооо как же так у тебя же наверно сейчас будет все дико тормозить даже 30 fps не будет куда-то с такими настройками во что-то собрался играть и рекомендовать такую херню для зрителей ты чё типа парень делаешь что дебил что ли совсем ни хрена подобного вы сейчас сами все увидите давайте в общем захожу я в игру и будем смотреть что у нас из этого получилось продолжить и будем наблюдать что у нас как будет это дело выглядит сколько будет fps собственно тадам смотрите какая ахуенно пиздатая картинка сейчас в кадре я ее вижу просто охрененная стала не знаю как видео передает не передает но по факту выглядит просто бомбически смотрите впереди эти товарищи наши зомбаки они не квадратные они правильные и никаких дурацких квадратов в кадре нет заметили смотрите помните непонятные какие-то отражения были на асфальте сейчас смотрится ахуительно надпись вот этот джек практически не видно никаких ступеней на нем далее машину смотрим машина также все четко все четко красиво смотрится без дурацких грани давайте посмотрим на лицо джилл смотрите офигенно смотрится лицо волосы никакого мыла абсолютно в кадре нет вообще офигенно красивая картинка 120 фпс при фейковом разрешении 2 880 на 1620 использовано видеопамяти как я вам показывал 10 гигабайт у меня всего на борту 6 играется вот при вас вы сейчас смотрите 120 125 фпс при этом картинка просто бомбическое космическое ну собственно давайте еще раз лицо джилл смотрите ну просто шикардос картинка выглядит отменно то есть вот на таких настройках прям будет и приятно в данную игру играть ее проходить получите действительно массу удовольствия данной игрушки собственно вот настройки я свои показал специально по просьбе моего подписчика я думаю также это будет интересно тем кто смотрит канал или просто случайно увидел это видео настройки можете такие себе включить получить офигенную картиночку и поиграть в данную игрушку я кстати дальше проходил по сюжету с этими настройками фпс остается стабильно такой же высокий там 100 130 бывает может просадочка там до 70 80 но как бы очень редко то есть вот сейчас 100 и также будет в игре и при этом у вас охеренная просто просто шикарная картинка так что вот так вот всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии смотрите мои видео всем спасибо за просмотр с вами был камаз всем пока